Батальные сцены с оружием всегда оказываются самыми эффектными и популярными в современных блокбастерах. Будь то перестрелка, сражения на мечах, морские баталии или пришельцы с их космическими пушками. На самом деле в реальной жизни ничего общего с этим нет. И все это лишь мифы, выдуманные в кино и глубоко засевшие в наш разум. Так где же правда, а где раздутая фантазия сценаристов? Узнаете совсем скоро. Приветствую, на связи Нью Солдат. И сегодня мы представляем вашему вниманию захватывающий боевик под названием «Крах иллюзий». Поехали! Крах иллюзий 1. Настоящий снайпер больше полагается на точный расчет, чем на острый глаз. Эпизод из фильма. Стрелок находит укромное местечко, следит за врагом при помощи специальной оптики и, хорошенько прицелившись, нажимает на курок. На самом деле мастерство снайпера гораздо меньше связано с выравниванием перекрестья оптического прибора, чем с хорошим знанием физики. Абсолютно разные ситуации, когда мишень находится на расстоянии 7, 20-30 метров или 2 километров. Об этом мы более подробно рассказывали в выпуске под названием «Снайперы. 8 лучших выстрелов в истории». Когда до цели не один километр, учитывать приходится не только сопротивление ветра и падение. На холоде порох сгорает быстрее, в тепле – медленнее. Это значит, что пуля в разную погоду будет вылетать с разной скоростью. И не забудьте принять во внимание высоту над уровнем моря. В разреженном воздухе гор пуля полетит быстрее и более плоско. И это мы еще не касались того, как на выстрел влияют длина и форма ствола. И того, что вращение земли может свести ваше усилие на нет. В общем, страшны не те снайперы, у которых самые большие винтовки, а те, что дружат с физикой. Крах иллюзий номер 2. Очередь бесконечности. Патроны в кино заканчиваются обычно только тогда, когда должна произойти сцена эпохального мордобоя между главным героем и главным злодеем. На этом фоне очень смешно выглядят длинные очереди из огнестрельного оружия. В реальном мире через минуту такой интенсивной стрельбы его смертоносное оружие заглохло бы. Дело в том, что пулеметы предназначены для короткой огневой поддержки. Максимум, на что способен М60, который находится в руках у Рэмбо, это 100 выстрелов непрерывным огнем. Или примерно минуту. После этого пришлось бы разбирать машину и менять ствол. Потом он мог бы сделать еще 100 выстрелов, после чего ему опять пришлось бы разбирать оружие и где-то брать еще один новый ствол. А теперь представьте, все это надо проделывать во время боя под огнем противника. Представили? Можете смело оставлять свои комментарии по этому поводу под видео. А мы продолжаем и переходим к краху иллюзий номер 3. Бронежилет меня бережет. В кино кевларовый доспех делает человека едва ли неуязвимым для огнестрельного оружия. На самом деле это не так или не совсем так. Подробнее об этом в выпуске под названием «11 самых надежных бронежилетов, которые спасут вам жизнь в любой ситуации». Сегодня же отметим только, что очень многое зависит от класса используемого бронежилета и той пули, что в него попадает, а также от расстояния между стрелком и целью. Большинство видов брони едва ли защитит человека от выстрела и штурмовой винтовки. О попаданиях в упор и говорить не приходится. Также не стоит забывать о том, что бронежилет ловит пулю кевларовую ткань, но при этом фактически не гасит ее энергию. Иными словами, попадание пули в бронежилет, даже пистолетный, это очень больно. Часто серьезные калибры, не пробившие бронежилет, оставляют гематомы и даже ломают кости. Впрочем, все лучше, чем дырка в мясе и хлыщущая кровь. Крах иллюзий номер 4. Каждое голливудское сражение на мечах должно было закончиться сломанным клинком. Казалось бы, какой миф может быть связан с мечами? У дерущихся в руках по куску остро заточенного металла и не так много вариантов, как ими можно размахивать. Взять, например, сцену из «Царствия небесного» или классическую схватку из «Убить Билла», или любую дуэль из «Пиратов Карибского моря». На самом деле, мечи, как и любые лезвия, от многократных ударов быстро затупляются. В реальной жизни, если так красиво бить одним клинком о другой, то любой меч очень быстро превратится в бесполезный лом. Кроме того, от таких сильных ударов клинок запросто может переломиться пополам. Крах иллюзий номер 5. Настоящий воздушный бой не впечатляет. На экране воздушный бой выглядит зрелищнее некуда. Самолеты проносятся мимо друг друга на расстоянии чуть ли не сантиметров, выписывая в воздухе немыслимые кренделя и безостановочно стреляя. На самом деле, в современном воздушном бою самолеты не приближаются друг к другу ближе, чем на несколько километров. Ракеты для боя на самых коротких дистанциях «Сайтвайндер» рассчитаны на расстояние минимум 1 километр. А большинство настоящих боев ведутся на куда больших расстояниях. И это мы говорим про бой на самых близких дистанциях. При бою на дальних дистанциях увидеть противника невооруженным взглядом вообще невозможно. На экране компьютера появляется точка, вы, сидя в кабине истребителя, запускаете ракету в пустоту, а через несколько минут где-то происходит взрыв, которого вы тоже не видите. Крах иллюзии номер 6. Сражение подводных лодок – скука смертная. На борту царит напряженная тишина, каждый подводник погружен в выполнение своей задачи. Внезапно к ровному гулу добавляется оглушительный свист. «Вас засекла вражеская лодка! Срочно! Делаем уклончивый маневр!» Большинство людей знают, что подводные лодки видят под водой благодаря гидролокаторам, поэтому тут без комментариев. Крах иллюзий номер 7. Любой выстрел, попавший в машину, приводит к ее возгоранию. Попадание пули в любую часть автомобиля гарантированно превратит его в пылающий факел. Конечно же нет. Хоть какие-то шансы спровоцировать взрыв в топливном баке или баллоне с газом имеют разве что трассирующие боеприпасы, при условии, что в баке будет достаточно много горючих паров. С баллонами, бочками, канистрами и всеми прочими емкостями ситуация примерно такая же. Однако вероятность взрыва тут все-таки есть. Так что проверять самостоятельно на газовом баллоне с дедушкиным охотничьим карабином, конечно, не стоит. Почему игр с применением холодного оружия в разы меньше, чем с использованием различного стрелкового? И насколько само оружие в них реалистично? На протяжении последних 25 лет в подавляющем большинстве компьютерных игр в качестве оружия выступает виртуальный пистолет. О нем спорят геймеры, его мы видим, когда разработчики рисуют со своими новейшими графическими движками, он то и дело появляется на экранах, когда мировые медиа освещают вооруженные конфликты. Но если разобраться, то в популярности пистолета нет ничего удивительного. Приведение его в действие осуществляется относительно легко. Посредством нажатия на кнопки игрового контроллера, клавиатуры или мыши. Трудно придумать более совершенный инструмент для того, чтобы игроки могли поражать различные объекты в 3D-мире, независимо от расстояния до цели. Вот эта очевидная эффективность и является главным козырем виртуального пистолета уже два десятка лет. С другой стороны, мечу, как виртуальному оружию, пришлось проделать кардинально иной путь. Они с пистолетом почти ровесники, но встретить его можно лишь в фэнтезийных РПГ. Сегодня время от времени появляются игры сугубо под меч. Однако в подавляющем большинстве случаев этому оружию отводится лишь второстепенная, реже дополнительная роль. Приветствую, на связи Нью Солдат. Сегодня поговорим о холодном оружии в видеоиграх, насколько его применение реалистично и в каких играх можно увидеть самые невообразимые его модели, которые вряд ли удастся воплотить в жизнь, если только не найдется умелец, который решит создать коллекцию необычного оружия. Почему игр с применением холодного оружия в разы меньше, чем с использованием различного стрелкового? Причина лежит на поверхности. Создать качественную, исторически достоверную и в то же время интересную игру для этого оружия – очень непростая задача. Причем, если брать даже только игры, в которых главный герой вооружен мечом, и попробовать в реальности начать заниматься фехтованием, то разница между реальным и виртуальным фехтованием колоссальная. Почему? Если поставить себя на место разработчика, то все быстро становится на свои места. В отличие от FPS, где средства управления довольно точно отображают процесс прицеливания и стрельбы, добиться тех же результатов при передаче движения руки вооруженной мечом бывает очень сложно. Даже контроллеры движения не в состоянии передать такие, к примеру, вещи, как точка соприкосновения двух мечей при их ударе друг о друга. К тому же, если пуля, вылетающая из ствола огнестрельного оружия, всегда выходит из одной точки и летит по прямой, то удар мечом может исходить из разных положений. Вы можете наносить удар сбоку, из-за головы, по диагонали и даже снизу. Вы можете рубить, колоть или атаковать, используя гарду или навершие. Существует великое множество техник нападения, защиты и ведения боя в целом. Учтите также, что в средневековых поединках никто не парировал удары длинными мечами. Длина клинка подбиралась таким образом, чтобы защищать корпус нападающего и в то же время иметь возможность наносить противнику смертельные удары. Воплощение всех этих сложных механик в цифровой форме потребовало бы от игроков годы предварительной подготовки. Однако ошибочно будет сказать, что всем играм стоит упроститься до того уровня, где стиль будет преобладать над содержанием, как это произошло со многими популярными тайтлами. Есть способы сделать поединки на виртуальных мечах зрелищными и захватывающими, сохранив при этом их реалистичность и достоверность. Более того, сегодня все больше разработчиков начинают применять эти способы на практике. К числу таких студий относится Торн Беннер, создатель командной игры Chivalry Medieval Warfare, которая дает игроку полный контроль над действиями героя. При создании игры Торн Беннер взяли за основу эмпирический подход, при котором все, что происходит на экране, не только выглядит, но и ощущается естественно. Однако отметим, что виртуальный бой все-таки должен отличаться от реального. Настоящие поединки проходят очень быстро, и если вы вовремя и должным образом не ответите на атаку, то ничем хорошим это не закончится. А в компьютерной игре постоянно поддерживать такую скорость не слишком комфортно, ведь удары идут со всех направлений. В виртуальных поединках атаки должны оставаться медленнее и быть более предсказуемыми, для того чтобы защищающийся игрок имел возможность их парировать. Но здесь появляется новая загадка. Как тогда должна осуществляться защита? В некоторых играх все, что нужно, это просто нажать кнопку. Chivalry предлагает другой блок, который срабатывает тогда, когда ваша поза и момент нажатия кнопки совпадают с определенным окном, появляющимся при замахе противника. Хотя Chivalry является хорошим примером системы рукопашного боя, она все же не идеальна. В игре присутствует широкий выбор оружия, но все эти клинки и секиры используются почти одинаково. Собственно, эту игру трудно было реализовать иначе. Chivalry – это средние века, благодаря чему удалось снабдить механику боев некоторой долей аутентичности. Друзья, приходилось ли вам играть в Chivalry? Как вы считаете, насколько сама игра и оружие, используемое в ней, реалистичны? Высказывайтесь об этом в комментариях под видео, а мы продолжим. Стоит отметить, что есть игра с одной из наилучших фехтовальных боевых систем, которая, впрочем, почти не имеет связи с реальностью. Речь о Jedi Knight 2, мультиплеер которой стал притчей во языцах. Майкл Ченг был настолько впечатлен дуэльным режимом Jedi Knight 2, что, собрав команду единомышленников из Puny Human Games, создал Blade Symphony. Получилась игра, взявшая невероятную боевую систему из Jedi Knight 2 и перенесшая ее в новый мир, где любители дуэли на мечах получили возможность противостоять друг другу. Мы никогда особо не забивали голову реалистичным отображением происходящего на экране. Главное было в том, чтобы воссоздать ощущение внутренней последовательности, при котором нажатие комбинации клавиш «влево плюс атака» приводит к тому, что персонаж осуществляет удар, идущий от правой руки в левую сторону, объясняет Ченг. Разница между стилем, используемым в Skyrim, и тем, как меч должен вести себя в трехмерном пространстве, заключается в возможности направлять оружие под разными углами и в разных направлениях. Blade Symphony во многом отличается от Chivalry, прежде всего тем, что нарушает многие правила, делающие Chivalry привлекательны для игроков. Более динамичная система ведения боя в Blade Symphony подразумевает много анимационных эффектов, которые, по большому счету, в хорошей рукопашной игре особо не нужны. Отличия же Blade Symphony и, скажем, Assassin's Creed находятся уже в совершенно иной плоскости. Мы дали возможность игрокам корректировать направление движения удара уже после его начала. Таким образом, они получают больше контроль над мечом. Если же снова вернуться к разговору об отличиях Blade Symphony и Chivalry, то стоит отметить тот факт, что если в Medieval Warfare оружие становится активным только во время атак, то в Blade Symphony оно активно всегда. Другими словами, меч постоянно на готове. Разница между подходами Blade Symphony и Chivalry дает возможность понять, почему их было так сложно создать. Дело в том, что на сегодняшний день просто не существует качественного движка для разработки рукопашных игр. К тому же нет и общепризнанного свода правил для техники реального боя на мечах. Большая часть знаний об этом предмете не дошла до наших дней, а несколько оставшихся источников написаны на средневековых немецком и итальянском языках. А значит, для достоверной передачи информации, содержащейся в ней, требуется тщательный перевод и интерпретация специалистов. Поэтому даже если вы пытаетесь достоверно изобразить бой на мечах, нет никакой гарантии, что вы заложили в его фундамент правильные техники. В чем же две вышеупомянутые игры похожи, так это в том, что обе они сводятся к искусству поражения противника длинной железной палкой. А для подавляющего большинства игроков рукопашные бои представляются несколько иначе. Чаще всего они являются частью какой-то материнской игры, как правило, в стиле RPG. На создание подобных игр требуется очень много ресурсов, поэтому в большинстве случаев разработчики сильно ограничены. Есть одна студия, которая изо всех сил пытается вывести поединки на мечах за рамки бездумного кликанья по монстру до тех пор, пока тот не свалится на землю. Речь о польской компании CD Projekt Red и её франшизе The Witcher, которая выросла из никому неизвестной RPG в один из самых узнаваемых тайтлов индустрии. Вместе с Witcher росла и её боёвка. В первой части, вышедшей ещё в 2007 году, механика Геральта была до невероятного простой. От игрока требовалось лишь вовремя кликать мышью, следуя появляющимся на игране подсказкам. Хотя от игрока требовалось недюжинное чутьё и внимание, такую механику вряд ли можно назвать интересной и привлекательной. «Мы получили множество кардинально отличающихся друг от друга отзывов», говорит дизайнер геймплея Witcher 3 Андрей Квитковский. Насколько реалистичным кинематограф изображает спецназ? Захочется ли после таких фильмов призывнику служить в армии? И как в действительности сами спецназовцы относятся к героям на экранах? Фильм «В зоне особого внимания», вышедший на экраны в 1978 году, не только стал легендой советского проката, но и увеличил конкурс в Рязанское воздушно-десантное училище до 20 человек на одно место. С тех пор прошло более 40 лет, а интерес зрителей к подобного рода фильмам с драками, взрывами, сложными трюками и суперменами-спецназовцами в главных ролях только растёт. Снимаются фильмы, снимаются сериалы, а параллельно с этим растёт и число желающих служить в спецподразделениях. И это несмотря на то, что армия киношная имеет мало общего с армией настоящей. Итак, даже спустя десятилетия после выхода на экраны фильма «В зоне особого внимания», среди десантников немало тех, кто связал свою жизнь с ВДВ благодаря именно ему. «Да я сейчас достану пистолет и тебя здесь расстреляю». Потому что только в голубых беретах, и никак иначе. Командующий ВДВ легендарный генерал Маргелов не выдержал, когда молодой режиссёр Малюков предложил вырядить десантников в кепи. Голубые береты – символы гордости ВДВ. Генерал Маргелов отстоял. И в кино, и в жизни. Отец хотел, чтобы народ видел в десантниках не злодеев, а защитников. Вспоминает Александр Маргелов. Внимательно следил за ходом съёмок, направил киносъёмочную группу в самую лучшую дивизию – седьмую боевую. Не раз потом и режиссёру, и сценаристу приходилось слышать от молодых военных «Вы видели в зоне особого внимания? Я жизнь по этому фильму сделал». В желании показать армию изнутри тогда сошлись три человека – режиссёр, сценарист и оператор. Всем троим тема была близка и интересна. Сценарий был написан за три недели. Консультировал сценариста заместитель командующего ВДВ генерал Чуплыгин. Поправок было немного, но одну деталь принесли в жертву образу намеренно. Мощь, сознательный огрех – радиостанция, с которой бегали ребята. В то время они были здоровенные, как мешки. Но не хотелось рядом с современной техникой показывать это старьё. «Представляете, фильм посмотрят люди в разных странах и что скажут о наших десантниках?» Профессионалы согласились. «Этот замысел никому не был понятен», – вспоминает оператор Игорь Богданов. «Все наши фильмы об армии ограничивались сюжетами, когда молодого Аболтуса армия перевоспитывает. А учения не могли понять, кто это будет смотреть. От картины почти отказались даже операторы. А мне захотелось побегать по блиндажам, попрыгать с солдатами. Такая мужская картина, интересно. Собственно, до фильма в зоне особого внимания мало кто так вживался в армию. «Военный был очень специфичен», – объясняет режиссёр. «Есть вещи, на которые, не зная, не обратишь внимания. Например, очень часто в кино офицер снимает фуражку, вытирает лоб и надевает снова. И это движение сразу выдаёт гражданского человека. Военный никогда не уцепится за козырёк. Эти мелочи, может быть, не так важны для зрителя, но вместе они создают ощущение правдоподобия. Съёмочную группу пропускали через все возможные худсоветы, задавали уйму вопросов. Армия тогда была под нолями, а уж на экран лишнего не выносили. Для постановки трюков Андрей Малюков пригласил мастера боевых искусств Тадеуша Касьянова, который поразил своим умением даже офицеров-десантников. Актёры Борис Галкин и Михаил Волонтир тренировались с ним каждый день. Десант должен с голыми руками идти против ножа и пистолета. Тадеуш Касьянов всё это делал. Съёмки, как ни странно, были простые, весёлые, вспоминает Андрей Малюков. Один раз поймал звукорежиссёра с парашютом за спиной. Смотрю, Анн крутит винтами и бежит туда Владимир Бахматский. Стоп, ты куда? А вон, Андрей Игоревич, понимаете, парашют раскрывается, хлопок нужен. Я и наволочку встряхивал, и пакет разбивал. Не тот звук. Я сейчас прыгну и запишу. Нештатных ситуаций не было, потому что мы чётко знали, если что-то случится, пойдём в тюрьму. Но были опасные сцены, когда падающие деревья от танков проходили в нескольких сантиметрах от объектива. Картину снимали в постоянном напряжении. Все думали, что мы идём на провал. Бегают, стреляют, игрушки. Поэтому надо было сделать, чтобы не было игрушек, и я ни на секунду не мог допустить неправды. Я чётко знал, мне надо сесть в боевую машину и в боевой самолёт, иначе это будет недостоверно. Уже сама обстановка там, даже если что-то не видно за иллюминаторами, действует на актёров так, что зритель совершенно чётко понимает, действительно так и есть. Такого оглушительного успеха никто не ждал. На головы постановщиков обрушился шквал народной любви и правительственных наград. Друзья, а вы смотрели этот фильм? Насколько, на ваш взгляд, он реалистичен, и каким образом его просмотр повлиял на вас? Расскажите об этом в комментариях под видео. А мы продолжим. Справедливости ради стоит отметить, что современные военные эксперты немного иного мнения о картине. Так военный эксперт Евгений Сокуров называет фильм в зоне особого внимания мифом об армии, рассчитанном на допризывную молодёжь. Потому что если судить с точки зрения профессионалов, то там камня на камне не останется. В то время консультанты на картинах были номинальные. Большие начальники, которые выделяли войска для этой цели. По сути, в зоне особого внимания это миф об армии, который годился в то время, когда ещё не было афганской войны, Чечни, а отечественная уже была далеко. Военная аудитория всегда очень точно смотрит на детали. В одежде, во взаимоотношениях подчинённого и начальника. Там все говорят гражданским языком. Герои одеты в форму, которой не было в природе, но это работало на образ. Военные смеются, когда видят на стене карту, где километровая сетка всего-навсего три квадратика. А подполковник вводит указкой по карте и говорит, как летит самолёт. Самолёт только взлетает на этом расстоянии. Но что положительно, эта картина патриотическо-романтичная. Она вызывала желание у младых пацанов служить в ВДВ, и многие пошли в десантное училище, именно посмотрев этот фильм. В этой части картина свою миссию выполнила. Но давайте пойдём дальше и перейдём к более современным фильмам и сериалам, таким как «Русский спецназ», «Спецназ» и «Спецназ по-русски». Можно показать в кино настоящую войну. Существуют две правды – правда жизни и правда кино. Если снять картину правдиво, особенно про войну или про военных вообще, то, во-первых, это будет документальное кино, во-вторых, оно будет совсем неинтересное. Что хочет увидеть зритель на экране? Зрелище. Настоящая война совсем не зрелищна. Давайте рассмотрим это утверждение на примерах. Когда взрывается настоящая авиабомба, артиллерийский снаряд или граната, слышно только бум, а потом куча пыли, грязи, дыма и ничего не видно. В кино взрыв – это прежде всего огненная вспышка, которой в жизни не бывает, и минимум дыма, чтобы было видно, кого взорвали и кто взорвал. В любом фильме, как в американском, так и в нашем, машина, упавшая в кювет, обязательно взрывается. Но, если честно, вероятность того, что бензобак у машины в такой ситуации взорвется, равен доле процента. Кроме того, в кино все бегают чистенькими, а если и грязненькими, то фактурно грязненькими. А настоящий солдат одет очень мешковато, как последний бомж. В большинстве случаев, увиденное в кино на действия спецназа не похоже. В первую очередь, задача спецназа – скрытно передвинуться из точки А в точку Б. В точке Б, не обнаружив себя, выполнить задание и также скрытно вернуться в точку А. Если скрытность оказывается нарушена, например, появился огневой контакт с противником, это значит, что спецназ с задачей не справился. Но если снимать, как бывает на самом деле, то кино, как говорится, просто не будет. Оружие в фильмах у российского спецназа настоящее. Дело в том, что специальные подразделения во всем мире используют специальное оружие, оборудование и технику. И чем оно более специальное, тем красочнее и фактурнее оно смотрится. У нашего спецназа, к сожалению, специального оружия мало. Используют в основном штатные автоматы Калашникова с глушителями или без. Есть еще современные системы типа ВСС, снайперских бесшумных винтовок, или АЭС, такие же, только автоматы. Но их очень мало. Иногда киношникам удается заполучить их на съемки. А если посмотреть американские фильмы, там снайперских винтовок по 2-3 разных в каждом фильме. Другое дело, что реальный спецназ ими не пользуется. Но это красиво. У американцев грандиозная киноиндустрия. Она делает адаптированное оружие, которое стреляет адаптированными патронами. В России такой индустрии нет. Поэтому приходится брать настоящий автомат Калашникова и самим делать для него насадку для холостой стрельбы. Есть и штатные армейские насадки. Но они сделаны из алюминия и блестят. Поэтому сразу видно, что это насадка для холостой стрельбы. Кроме того, есть штатные холостые патроны. Но у этих патронов пластиковая пуля, которая в момент выстрела сгорает в канале ствола, давая облако черного дыма. Поэтому приходится различными ухищрениями избавляться от этого дыма. Российский кинематограф старается воспроизвести максимально точно то оружие, которым действительно пользуется спецназ. Но не из желания достоверности, а потому что другого просто нет. Было бы другое, фактурное, но недостоверное, использовали бы и его. Это красиво, за это цепляется глаз. Друзья, а вы обращали внимание на оружие спецназа в фильмах? Что можете сказать о нем? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. А мы идем дальше. О драках в кино. Настоящий боец-рукопашник, особенно военный рукопашник, постарается закончить схватку в максимально короткое время самыми простыми движениями. Ну а в кино должна быть уж если драка, так драка. Как минимум секунд на 30. Чтобы получить актера, который умеет драться по киношному, его надо долго-долго готовить. Киану Лису, например, для съемок «Матрицы», на полгода посылали в Китай, чтобы он научился правильно двигаться. Россия пока что себе не может позволить никого в Китай послать. Поэтому в наших фильмах либо снимается дублер, который на общих ракурсах машет руками-ногами, либо драку монтируют из маленьких кусочков. Стрелялки и драки в отечественных фильмах более-менее похожи на настоящие, за исключением ударов ногами в голову. Это уже какой-то балет, в жизни так никто не дерется. Потому что настоящие удары, как и стрельба, должны быть быстрыми, точными и приходиться в самые болевые места, чтобы сразу вывести противника из строя. Но во время настоящей драки ты впадаешь в транс, из тебя самого поднимается звериная природа. Ты абсолютно перестаешь контролировать себя и дерешься уже всем, чем можно. На съемках в драках такого состояния, конечно, не возникает. Но принципы боя одинаковы. Что в кино, что в жизни. Актер Игорь Лифанов говорит словами спецназовца. На войне главное мозги. Во время съемок мне нечему было особо учиться в смысле военного дела. Во-первых, я служил. Правда, не в армии, а на флоте. А во-вторых, я уже сыграл в кино довольно много настоящих мужиков. Ну, разве что нам подсказывали какие-то особые приемы. Например, что когда кого-то ищешь, идти надо на полусогнутых ногах. Я все время возмущался. Получается, что мы боимся? А мне отвечали. Так положено. Так ты будешь более ловким. Правда, мне было тяжеловато бегать. Когда я десятый раз забежал на гору, сказал. Во время войны главное ноги. Не умение овладеть оружием, не приемы, а просто ноги. Накачал, и ты уже солдат. А настоящие спецназовцы, которые рядом стояли, сказали. Нет, братан, на войне главное мозги. Говорят, что спецназовцев немного смущают образы, которые мы создали в сериале. Дело в том, что спецназовцы намного проще. Когда на спецназовцев в штатском смотришь, ни за что не поймешь, что перед тобой герой. И они не такие эмоциональные, какими мы их показываем. Но не думаю, что вам было бы интересно, если бы наши герои в фильме тоже были такими непробиваемо спокойными. Насмотревшись фильмов, ребята хотят пойти в армию, а там сталкиваются с реальностью. Так, после выхода первого спецназа, количество заявлений вооруженной силы, к примеру, в Питере, возросло на 15%. О спецназе сложено немало легенд. Сняты десятки фильмов, написаны сотни книг. Тем не менее, его до сих пор окружает плотная завеса секретности, поднять которую кинематограф не в силе. Что ж, пусть так. Главное, что ему все-таки удается донести. В этих войсках служат только лучшие из лучших. Самые стойкие, умные, мотивированные и выносливые офицеры, блестяще обученные и вооруженные до зубов. Герои фильмов очень часто виртуозно выкручиваются из самых разных опасных ситуаций. Но можно ли тактику их поведения рассматривать как советы по выживанию в реальной жизни? Пришло лето, а значит впереди куча потенциальных опасностей. Осиные гнезда, агрессивные подводные течения, дикие звери, грозы и многое другое. Когда заблудившиеся горожане пытаются найти дорогу в сердце дикой природы, в их сознании всплывает набор сомнительных советов по выживанию. Притворяйтесь мертвым, если наткнулись на медведя. Высасывайте яд из укуса змеи. Пейте сок кактуса, если заблудились в пустыне. Но оказывается, что большинство из этих советов могут напрямую угрожать вашему здоровью. Каким образом? Сейчас узнаете. Совет первый. Притворитесь мертвым, если на вас напал медведь. Как бы не так. Если вы наткнулись на медведя в дикой природе, следует тихонько отступить. Если он забрался к вам в сад или лагерь, то нужно постараться казаться максимально большим и громким. Есть надежда, что это его отпугнет. Если медведь на вас все-таки напал, вы никогда не должны притворяться мертвым. Вы должны отбиваться изо всех сил. Совет второй. От дикого животного можно убежать. Любое дикое животное быстрее и сильнее человека. Если у вас нет оружия и вы не уверены в своих силах, то, скорее всего, хищник одержит победу. Поэтому желательно знать повадки зверей той местности, в которой вы находитесь. Про медведя мы уже сказали. Далее, если вам встретился лось, с ним просто избежать встречи, потому что ходит он шумно и нужно только свернуть с его пути. Если животное агрессивно себя ведет, то лучше залезть от него на любую возвышенность. Кабан. Обычно, заметив человека, убегает. Главное, не трогать маленьких поросят. Их мамы очень опасны. Если животное бежит в вашу сторону, можно спастись от него на любой возвышенности. Также кабаны не переносят шума. Волк. Они охотятся ночью и сторонятся людей. Если вами все же заинтересовались волки, то не пытайтесь убежать. Лучше отступите назад, не поворачиваясь к ним спиной, чтобы не провоцировать нападение, и громко начните говорить. Не кричать, а именно говорить. Дойдите до ближайшего к вам дерева. Волки на дерево не полезут. Совет третий. Высасывайте ртом яд из укуса змеи. Если укус ядовитый, яд поступает прямо в кровь. Прикоснувшись к ране ртом, вы только добавите в рану еще больше бактерий, и к тому же яд попадет к вам в рот и в глотку. Если вас укусили, вы должны попытаться сохранять пульс помедленнее, а укушенную конечность держите повыше, пока не подоспеет скорая помощь. Совет четвертый. Вы можете пить сок кактуса, если умираете от жажды. Если вы достаточно опытны, чтобы найти нужный вид кактуса, из которого удастся отфильтровать воду, это может сработать. Но в большинстве случаев от сока кактуса вам станет плохо, и вас вырвет последней жидкостью, которая еще осталась в вашем теле. Совет пятый. Если вы заблудились, то нужно немедленно идти, а лучше бежать. Частый прием, использующийся в фильмах. Дескать, быстрее добраться до людей, быстрее выйти из неприятной ситуации. Ага, сейчас. У потерявшегося человека есть две тактики. Первая – сидеть на месте и ждать, пока его найдут. Работает только в том случае, если кто-то реально будет искать и примерно знает, где это делать. Вторая – искать выход самостоятельно. Но не бежать, а спокойно идти, четко придерживаясь маршрута и отмечая направление своего движения камнями, ветками или другими знаками. Это повысит шансы того, что вас все-таки найдут, если вы сами не выберетесь. А бег, да еще и по лесу – слишком опасное мероприятие. И, кстати, помните совет ориентироваться по мху на деревьях? Забудьте про него. Нет, правда, забудьте. Почему? Накопленный человечеством опыт говорит о том, что мох растет только на северной стороне деревьев. Это правило верно. Но только для северного полушария, да и то не всегда работает. Мох любит тень и влагу. Однако множество факторов в природе могут создавать тень и повышенную влажность, так что мох может расти во всех направлениях. Как правильно? Если нет компаса, используйте часы. Положите часы на плоскую поверхность, часовую стрелку направьте на Солнце. Разделите угол между часовой стрелкой и отметкой 12 часов пополам, чтобы найти юг. Перед полуднем отмеряйте все в сторону хода часовой стрелки. После полудня – против хода часовой стрелки. Середина угла – юг. Напротив – север. И еще момент. Достаточно часто герои фильмов демонстративно со злостью выбрасывают свой телефон, если он не ловит сигнал. Так вот, не нужно этого делать. Телефон не бесполезен. Даже если вы не можете позвонить, он все еще пингует возле башен телефонной сети и создает цифровую карту вашего маршрута. Спасатели смогут отследить ваше передвижение. У них своя сеть покрытия, с помощью которой они свяжутся с вами, когда получат пинг. Как поступить? Не выбрасывайте телефон на эмоциях, а чтобы сохранить заряд батареи, включайте его каждые полчаса. Друзья, а вам приходилось блудиться? Расскажите свою историю спасения в комментариях под видео. А мы продолжим. Совет шестой. Использование оружия. В фильмах по этому пункту не прошелся только ленивый. Тут и бесконечные патроны, и стрельба против законов физики, баллистики и здравого смысла, и много чего еще. Но нам важно сделать акцент на другом. На правомерности использования оружия. Это в кино можно все, и вам за это ничего не будет. Особенно если вы главный герой фильма. А в реальности будет, и еще как. Поэтому лучше заранее подумать, стоит ли оно того. Даже сотрудникам полиции стоит крайне осторожно вести себя во время перестрелок, так как каждая пролетевшая мимо цели пуля — это угроза обществу. Еще один момент, который достаточно часто в фильмах сопряжен с использованием оружия, это когда герой на ходу выпрыгивает из автомобиля. Популярный художественный прием. Но не более. Это довольно опасно, поэтому его не рекомендуется повторять кому-то без опыта работы каскадером. Проблема в том, что вы никогда не знаете, что именно ожидает вас на Земле. Камень, торчащий корень, стеклянная бутылка, дерево, столбик дорожного ограждения или что-то подобное. Но вы точно знаете, что не хотите на полной скорости с этим сталкиваться, даже сгруппировавшись. Поэтому если уж и выпрыгивать из машины, то только на повороте, когда скорость снижается, и предварительно оценив безопасность места падения. Но лучше, опять же, не рисковать. Совет седьмой. Нельзя давать спать человеку с травмой головного мозга. Существует ошибочное мнение, что если человек заснет, то впадет в кому и больше не проснется. Легкие сотрясения быстро проходят сами по себе, и сон только поможет прийти в норму. Если наблюдаются более тревожные симптомы, усиливающаяся головная боль, тошнота, потеря ориентации, необходимо доставить пострадавшего в больницу как можно скорее. Как правильно? Если человеку хочется спать, пусть спит, не тревожьте его. Совет восьмой. Сырое мясо избавит от синяка. Хотите умереть от заражения? Тогда в путь прикладывайте сырое мясо к глазу. Думаете, шутим? Вовсе нет. Сырое мясо может привести к инфицированию слизистой. А если вы находитесь в диких условиях и у вас не окажется дезинфицирующих средств и антибиотиков под рукой, то последствия могут быть очень плачевными. Что делать? Прикладывайте лед каждые 20 минут в течение первых 24 часов после травмы. Для того, чтобы избежать возможного местного переохлаждения, холодный предмет следует завернуть в ткань. Совет девятый. Пить неочищенную воду. Герои фильмов часто пьют воду из горных источников и рек. И все с ними хорошо. Но это опять же только на экране. В реальности не факт, что то же самое будет и с вами, если вы это повторите. В этом случае правильный совет по выживанию будет такой. Лучше по умолчанию считать, что чистой и безопасной в плане наличия бактерий воды не существует. Абсолютно все кипятите, либо пропускайте через фильтры с защитой от микробов. Если такой возможности нет, ну что же, если что, инкубационный период дизентерии в среднем 2-3 дня. Постарайтесь за это время добраться до места, где вам окажут медицинскую помощь, но лучше не рисковать. Совет десятый. Оставлять еду в лагере. В кино очень часто так поступают. Сначала что-то приготовят, а потом оставят котелок с готовой едой возле костра. Отличный план, если вы желаете привлечь диких животных. Если не медведей, то енотов или лис, или бомжей, но это уже другой разговор. Так вот, встреча с медведем сама по себе опасна, поэтому лучше не привлекать к себе лишнего внимания всякими вкусными запахами. А если герметичного контейнера нет, то стоит отнести еду метров на 10 от лагеря и подвесить повыше, чтобы всякое зверье до него не добралось. А если и доберется, то чтобы хотя бы по лагерю не шлялось, кусая за пятки спящих туристов. Совет одиннадцатый. Классические белые футболки и джинсы не самая лучшая одежда для выживания. Хотя и самая популярная по версии Голливуда. Проблема в том, что хлопок прекрасно поглощает влагу, и воду, и пот. Примерно в 27 раз больше собственного веса. А всю эту жидкость нужно из него потом как-то вывести. И хорошо, если можно развести костер и согреться у него. А если нельзя? Тогда на это пойдет тепло тела, которое довольно быстро закончится. А там гипотермия, переохлаждение, и все, даже при плюсовой температуре. Кстати, об огне. Довольно распространенный момент в фильмах. Это когда замерзшие герои заходят в заброшенное здание и разводят там костер, чтобы согреться. Хорошая идея, но не без недостатков. Дело в том, что современные дома содержат весьма горючие материалы. Иногда достаточно одной случайной искры, чтобы начался пожар с токсичным дымом. Но даже если таких материалов рядом нет, расслабляться рано. Если нет нормальной вентиляции, в помещении начнет накапливаться угарный газ. Он как раз возникает в условиях сгорания органики при недостатке кислорода. Незаметно. Очень незаметно. Герои согреются, расслабятся, заснут и уже не проснутся. Так что позаботьтесь о том, чтобы циркуляция воздуха все же была. Уж лучше простуда от сквозняка, чем отравление с летальным исходом. Еще момент касательно огня. В кино костры разжигаются легко и просто. В этом таится опасность. Люди уверены, что в экстремальной ситуации с этим также справятся на раз-два. Но в реальности все чуточку сложнее. Вы удивитесь, но даже наличие готовых дров, зажигалки и жидкости для розжига вовсе не являются гарантией того, что костер получится. Тут все зависит от навыка. Опытный выживальщик разведет костер в тропическом лесу с одной спички. А неопытному даже бочка бензина не поможет. Друзья, расскажите в комментариях под видео, как вы выкручивались из ситуации, когда нужно было развести огонь, но особой возможности для этого не было. А мы идем дальше. Совет 12. Навес – это замечательное укрытие. В действительности строить то или иное укрытие надо, учитывая погодные условия и окружающую обстановку. В жарких солнечных местах вашим спасением будет тень, но там, где прохладно, вас спасет теплое укрытие. Надо защитить себя от ветра, а также позаботиться о теплой подстилке кровати, чтобы не замерзнуть на холодной земле ночью. Навес или шалаш могут защитить от ветра и непогоды, но без надежной подстилки они не обеспечат вас достаточным теплом. Совет 13. Лечь на землю во время грозы. Мокрая почва прекрасно проводит электричество, поэтому вы только увеличите шансы попадания молнии именно в вас. Для того, чтобы остаться в живых, нужно минимизировать контакт с землей. Самое безопасное место для укрытия – это здание. Если здания нет, то нужно присесть на корточки, на носочки и убедиться, что вы не являетесь самым высоким объектом на местности. Совет 14. От смерча можно успеть убежать. В фильмах часто можно увидеть, как герои любуются этим явлением природы и никуда не спешат. Но если бы это было все по-настоящему, то героев наверняка убил бы рекламный щит или крыша соседнего дома, пролетающая мимо. Понятно, что в России смерч – это не такое частое явление и любопытно на него посмотреть. Но закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Возьмите с собой необходимые вещи, документы, воду, фонарик, медикаменты и укройтесь в подвале. Совет 15. Плывите всегда параллельно берегу, если попали в течение. Отливное течение – страшная штука, но совет плыть параллельно берегу работает лишь в тех случаях, когда течение направлено перпендикулярно от берега к морю. Часто так и бывает, но лучше иметь в виду, что нередко отливные течения направлены к берегу под углом, так что вам действительно следует двигаться вдоль берега, но при этом перпендикулярно отливному течению или под таким углом, который одновременно направлен от течения и в сторону берега. Возможно, вам будет легче выбрать только одно из этих двух направлений. И старайтесь не переутомляться. Вы не должны чувствовать себя так, будто двигаетесь против течения. Если вам не удается выплыть, просто держитесь на плаву, пока течение не угаснет само, и вы не сможете вновь начать плыть к берегу. И напоследок. Очевидно же, что в фильмах правительство или плохие парни, которые очень часто являются одними и теми же людьми, специально скрывают все самое интересное заложенными знаками «проход закрыт», «мины», «тактические отходы» и «зона повышенной радиоактивности». Так вот, если хотите выжить, совет, обращайте на эти знаки и предупреждающие таблички внимание. Ведь куда больше шансов, что там будет именно то, о чем предупреждается. 74 года прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Про нее снято много фильмов. Но насколько они реалистичны, или процент лжи в них критически велик? Фильмы про Великую Отечественную войну 1941-1945 года рассказывают о самом мрачном периоде 20 века. Они о трагедии той войны, ее необратимых и назидательных последствиях. Эти четыре трагических года навсегда изменили судьбу нашей страны и не только. Миллионы павших, пропавших без вести, покалеченных, и вместе с тем величайшая победа, важность которой сложно переоценить. Отечественный кинематограф не мог пройти мимо этого исторического события. В послевоенные годы снимали много картин, посвященных победе и героизму советских солдат. Уже гораздо позже, после развала Союза, стали появляться ленты, где показывали все стороны той войны. Не только стойкость и беспримерный героизм. Однако, как правильно отмечает в своей лекции военный историк Алексей Исаев, война реальная имеет мало общего с той картинкой, которую придумали военные журналисты, поглазив на подбитые танки в 1941-м. Забудьте про солдата, который зажигает танк бутылкой или подбивает гранатой. Это большая удача, граничащаясь чудом. В настоящий момент фильмов о Великой Отечественной войне очень много. Есть хорошие и плохие, есть правдивые и откровенно лживые. Есть те, которые в душу, и те, которые мимо. Нью-солдат стал разбираться в теме. И сегодня мы пройдемся по нескольким советским картинам. Подробно разберем их ключевые эпизоды. Что как по-настоящему, а что не совсем. Затем составим рейтинг худших фильмов за все 74 года, прошедших со дня окончания войны. На основе негативного общественного резонанса, вызванного ими, и продемонстрировавшего, что очень многим людям не все равно, как интерпретируется Великая Победа. А также расскажем о малоизвестных фильмах, которые, на наш взгляд, стоит посмотреть. Итак, приветствую. Мы начинаем. По глубокому убеждению Исаева, если снимается фильм про войну, то нужно снимать фильм именно про войну. В этом плане интересен опыт советского кинематографа конца 40-х годов. Этот период примечателен тем, что в картинах рассказывали технологию войны, что позволяло людям дать адекватную оценку происходящему на экране. Например, в фильме «Третий удар» 48-го года выпуска, который посвящен освобождению Крыма. В нем доступно и правильно объясняется, что такое артиллерийская подготовка, огневой вал, как выманить немцев из укрытий и тому подобное. Об этом в картине рассказывает командующий 2-й гвардейской армии Георгий Федорович Захаров в разговоре с солдатами. В этом плане показателен не столько «Третий удар», сколько «Сталинградская битва» 48-49-х годов. В ней Сталин оказывается автором плана советского контрнаступления, хотя в действительности не имел к нему прямого отношения, поскольку, по данным историков, его разрабатывали Жуков и Василевский. С годами тенденция показывать технологию войны постепенно утрачивалась, перетекая в стремление показать Великую Отечественную войну более близкой простому народу, который не особо разбирается в военных терминах и тонкостях. Примером тому слушат фильм 1962 года «У твоего порога». Спустя пару месяцев после его выхода на экраны фильм жестко раскритиковали за недостаточную лакировку действительности, хотя он и весьма реалистичный в силу того, что снимался людьми, прошедшими войну. Однако претензию вызвали даже кадры расположения техники. При этом, если найти снимки с реального поля боя, то можно увидеть практически стопроцентное совпадение. События разворачиваются в конце ноября 1941 года у Рогачевского шоссе под Москвой. Снимались настоящие немецкие танки, они чаще стреляли из пулеметов, как это и было на самом деле. Достаточно сказать, что оператор фильма был противотанкистом в 1941 году. Картина демонстрирует моменты, где бойцы не слушают политинформацию. Есть иногда даже очень жесткие моменты, как эпизод с вышедшим из окружения бойцом. В фильме довольно четко показано, что в общем случае успешная атака двигающегося танка, активно ведущего пулеметный огонь, связки гранат или бутылкой, это большая удача. А как на ваш взгляд, насколько этот часто используемый в фильмах способ подбития танка реалистичен? Высказывайтесь в комментариях под видео. Рассмотрим следующий фильм. Горячий снег 1972 года выпуска как универсальный сценарий действий Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны, в которой война показана разными слоями. Это и тактические командиры, и командующие армиями, и небольшой просветительский пафос конца 40-х годов. Снят по роману Бондарева, силу чего в фильме очень хорошо заметен личный опыт писателя. Универсальный, по сути, сюжет, противостояние немецким танкам. Такие же события с минимальными корректировками под местность могли происходить на любом из фронтов той поры. В чем горячий снег несколько отходит от реальности? Прежде всего, в подмене имен и событий. Здесь Малиновского зовут Бессонов, и перед тем, как поехать на фронт, он по сюжету побывал у Сталина, чего быть не могло в силу того, что последнему он до конца 42-го года старался не попадаться на глаза. Отступление от реальности в судьбе есть и у члена политбюро Ларина, который на самом деле был близким другом командовшего армией Малиновского. В фильме он натыкается на немцев и гибнет в бою, однако в реальной жизни он покончил жизнь самоубийством. Советский кинематограф был совсем не комплиментарным. И лишнее этому свидетельство кадры с фильма, показывающий, как командир батареи Дроздовский приказывает ездовому Сергуненкову уничтожить самоходку противника гранатами, пройдя по открытому полю. Естественно, ездовой гибнет. В том, что война содержит такие эпизоды, реалистичность фильма. Зрители видят, что самоуправство начальников имеет место быть. Еще один фильм, заслуживающий нашего внимания, «Отряд». 1984 года выпуска о начальном периоде войны. Литва, 1941 год. Немецкие танки и моторизованные колонны ворвались в приграничный военный городок. Семеро советских солдат оказались отрезанными от гарнизона. Без продовольствия и оружия они отправились через оккупированную территорию в расположение частей Красной Армии, и только двое из них добрались до линии фронта. Положение в тылу облегчается лишь постольку, поскольку население создает отряды самозащиты против разрозненных частей. Красная линия фильма – это люди, которые решили выполнять свой долг, а значит, они пойдут до конца и выполнят его. Однако, вместо реальной технологии войны на экране демонстрируют кадры, когда танк взрывают с помощью расстрела бутылок, сложенных на земле по ходу его движения. На самом деле, если почитать военные документы, то бутылочные поля показали в Сталинграде свою невысокую эффективность. И даже наоборот, они мешали из-за дыма увидеть противника и его маневры. То есть, каких-то реальных технологий боевых действий в фильме нет. Тем не менее, этому фильму было суждено стать последним крупным кинематографическим произведением, освещавшим Великую Отечественную войну в советской традиции. Но, бесспорно, ему не удалось прыгнуть выше своих предшественников, о которых мы уже рассказали. Таким образом, как отмечает Алексей Исаев, фильмом фильмов о войне 1941-1945 года «Останется горячий снег». Но давайте не будем останавливаться на этом и перейдем к рейтингу самых лживых фильмов о Великой Отечественной войне за все 74 года с момента ее окончания. Итак, фильм «Служу Советскому Союзу», снятый режиссером Александром Устюговым по роману Леонида Минакера «Обед с дьяволом». В картине рассказывается о том, как группа политзаключенных во главе с писателем Михаилом Донцовым уничтожает высадившийся рядом с лагерем немецкий десант накануне Великой Отечественной войны. Однако вернувшиеся в лагерь чекисты казнят политзаключенных. Такое окончание фильма, кадры которого попали в интернет еще до показа по телевидению, вызвало возмущение определенной части зрителей, которые сочли, что лента оскорбительна по форме и по содержанию, лживо и порочит СССР и нынешнюю Россию. Фильм «Враг у ворот». 1942 год. Разгар Сталинградской битвы. Немецкое командование отправляет на передовую своего лучшего стрелка, майора Кёнига, с особым заданием. Этот опытный и терпеливый профессионал – единственный, кто может попытаться справиться с русским ангелом смерти, неуловимым снайпером Василием Зайцевым. Зайцев – легенда и икона для защитников Сталинграда. Каждый день он выносит смертный приговор десяткам захватчиков, попавших в перекрестье его прицела. Между двумя уникальными снайперами начинается смертельная схватка. Фильм был подвергнут критике как в России, так и на Западе за слишком свободные трактовки фактов, а также выдуманный сюжет и детали в изображениях персонажей, уход от исторических фактов. Некоторые советские ветераны Сталинграда были настолько оскорблены неточностями в фильме и тем, как была изображена Красная Армия, что вскоре после премьеры фильма в России выразили свое недовольство в Думе, требуя запрета фильма. Однако эта просьба не была удовлетворена. Фильм, который у всех на слуху, «Сволочи» Александра Атанисяна по повести Владимира Кунина. Выход фильма вызвал неоднозначную реакцию общественности. Многие публичные деятели заявили, что фильм содержит клевету на силовые структуры СССР и принижает роль советского народа во Второй мировой войне. Рекламная кампания фильма строилась на том, что сценарий основан на реальных событиях из биографии Кунина, о чем он сам говорил в нескольких интервью. Однако после разгоревшегося скандала сценарист заявил, что сюжет повести вымышлен и к тому же искажен создателями фильма. Штрафбат Российский телесериал о судьбе одного из штрафных батальонов Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Российский военный историк, генерал армии Махмуд Гореев подверг телесериал критике. Такие фильмы, как «Штрафбат» это своеобразный политический и теологический заказ. Надо вдолбить в головы современной молодежи, что победу ковали не маршала Жукова и рядовые матросовы, а уголовники. И тем самым, если не умолить, то определенным образом принизить ее значение в умах нынешнего поколения. Все штрафные подразделения составляли не более полутора процентов от всей численности действующей армии. Создатели сериала обвинили в том, что он старательно протаскивает мысль, что штрафники выиграли войну. Сериал «Смерть шпионом» рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа, спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы, оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера. В это же время контрразведка занята расследованием загадочных происшествий. При отличной видимости сталкиваются два поезда, летчик внезапно направляет самолет в землю, а в районе лесного озера пропадает группа геодезистов. Возникает версия о применении гитлеровцами нового орудия воздействия на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание обнаружить вражеского агента и первым найти документы. Фильм не вызвал такого бурного протеста, как предыдущий, но был провален именно как военный. На самом деле это некая фэнтези с непритязательным детективным сюжетом и равно непритязательным юмором в военных декорациях. Друзья, а какой, на ваш взгляд, самый лживый фильм о Великой Отечественной войне? Делитесь своим мнением а мы переходим к малоизвестным фильмам о Великой Отечественной войне, которые, на наш взгляд, стоит посмотреть. Я сделал все, что мог. Мосфильм, 1986 год. Осенью 1941 года в лагере для военнопленных под Киевом появился человек, назвавший себя врачом и убедил немцев в необходимости организовать за пределами лагеря госпиталь. Прекрасно владеющий немецким, не вызывая никаких сомнений у гитлеровцев, он снабжал оружием тех, кто становился на ноги и давал возможность им уйти в лес. В главных ролях Александр Филипенко и Андрей Болтнев. Филипенко обычно играет отрицательных персонажей, но в этом фильме он отлично сыграл положительного героя. Возможно, подвела несколько слабая режиссура, но сам сюжет очень интересный. Третья ракета. Беларусьфильм, 1963 год. Действие фильма происходит в Беларуси во времена Великой Отечественной войны. Немецкое наступление прорывает оборону. Советские войска отошли назад, и расчет противотанкового орудия оказывается на трое суток отрезанным от своих войск. Судьба свела в одном фронтовом окопе разных людей. Им предстояло выстоять против атак войск гитлеровской Германии. В тяжелой обстановке постоянной смертельной опасности раскрываются человеческие характеры. Одна из первых ролей Станислава Любшина. Неожиданный и закономерный финал. Тактика бега на длинную дистанцию. Мосфильм 1978 год. О подвиге врача Ивана Русака, одного из лучших бегунов страны, который во время Второй мировой войны, используя тактику бега на длинной дистанции, отвел фашистскую группировку от партизанского лагеря. Двое в степи. Мосфильм, 1962 год. Одна из первых ролей Льва Дурова. Лето 1942 года. В донских степях идут тяжелые затяжные бои с немцами. Молодого лейтенанта Огаркова, Валерий Бобятинский, посылают в дивизию с приказом о передислокации. Герой всю ночь плутает в степи и не выполняет приказ, из-за чего дивизия попадает в окружение. Огаркову выносится приговор, расстрел. Но до утверждения указа еще есть время. Обстановка меняется. И вот бредут по степи старый конвоир Джурабаев и молодой осужденных, на равных участвуя в случайных боях. Прикрываясь одной шинелью, они едят из одного котелка. Между ними возникает молчаливая дружба. Но один ведет другого на расстрел, и это его долг, и на войне нельзя поступить иначе. Но кто сказал, что фильмы о войне классно снимали только на центральных студиях? Вина лейтенанта Некрасова. Узбек фильм, 1985 год. В главной роли Алексей Жарков. В последние дни войны подбитый самолет совершает вынужденную посадку в тылу врага. Некрасов оставляет виновника срыва операции на произвол судьбы, за что лишается звания лейтенанта и отстраняется от полетов. Вернувшись в деревню, он становится первым трактористом колхоза. Но однажды, бросив все, устраивается техникам на аэродроме. Друзья, а какой фильм вы бы посоветовали посмотреть? Пишите название картин в комментариях под видео, не забыв указать, чем он вам так понравился. А мы на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы в числе первых увидеть наш свежий выпуск. И оставайтесь на связи, впереди много всего интересного.